да здравствуйте здравствуйте как вас зовут здравствуйте меня зовут антонина антонина хорошо тонь могу так и на вы правильно скажите мне пожалуйста о чем бы вам хотелось поговорить какую задачку с вами будем решать задачку какую будем решать вот на сегодняшний момент та ситуация я немножко знакома да но тем не менее хочу чтобы вы сами проговорили то где находитесь какое состояние имеете какая печаль забота вас так беспокоить сильно и все это душевная рана так а душевная рана с чем связана сейчас связана это начинается с далекого прошлого начиная с детства с 13 лет осталась без родителей мало мало меньше осталось родной ребенок на руках все это уволилась у меня потом мать умерла нас меня очень воспитывал нас разобрали как котят по разным углам отца я только узнал в 10 лет что у меня есть родной отец вот это был тиран мачеха еще еще лучше как говорится там не сядь там не ляжь это не включай только стирай убирай и жарить все вот и все вот хотела заниматься спортом не дают она тебе не надо иди работай в 15 лет и пошла уже работать страшно хотела заниматься музыкой я обожала пианина хотела играть самоучкой начала заниматься но не в этом дело даже заведующие нашего детского комбината где работала вызывала его говорит ей не здесь место она должна учиться у меня же это хороший слух она способная девочка мы сами разберемся чуть не дай бог я опоздаю на пять минут минут меня бил бы дубовая палка девочку я прошедшего заработать он сейчас я пожаловаться кому я приду пожаловаться но не в этом дело и каждый раз я не любя вышла замуж чтобы тут разбежать ничего страшно вы может воды возьмете так полегче будет ли дочку попросить есть ну тогда попить естественно что мужа и не любила которому я тоже было безразлично он себе там карты играет до пива пьет а я одна 18-летняя девочка одна постоянно одна что ты тут сидел вот давай иди что-то делать да иди сам вот и все постоянно была в умнятении и вот после этого я начала пить и не была меня никто не мне никто не дал любви и ласки я ни от кого не кинами поэтому я так вот душу я очень люблю свою дочку очень люблю ну вот как выразить и другу когда тебе я постоянно и огорчаю этим пятым я и сама осознаю это и глянусь себя и подождите подождите вы к себе относитесь точно так же как к вам относились все эти люди когда вы были маленькой и молодой тонь ну вы же уже достаточно взрослая женщина да на сегодняшний момент вашей дочке почти так же плохо как вам было когда-то а как говорится нам не по силам не дают испытаний и вам очень нужно сейчас понять осознать и приложить определенного качества усилия чтобы вы в конце концов позволили себе стать женщиной а женщина это мама в том числе а что мама может радовать это счастливая жизнь ее детей да и понимание что вы можете всегда и оказать поддержку помощь еще раз подождите я я сейчас попытаюсь по-другому сказать вот вашей дочери кроме вас никого нет она на вас смотрит с одной стороны она вас любит безумно потому что вы все что у нее есть с другой страны она вас очень боится но услышьте меня но услышьте меня когда вы не трезвом состоянии у вас же выплескивается но она же это знает и как вы думаете она не будет вас бояться если она считает что вы в том числе и из-за нее это делаете ребенок же так воспринимает вы столько что месяц сейчас рассказывали что вы чувствовали знали и уверовались в том что вы никому не были нужны потому что ваши родители там отчимы отчимы отцы там все это делали то же самое что делаете вы сейчас нет очень у меня был очень хороший я его любила и только папочка он был для меня самым любимым он никогда не пил никогда не так почему вы не возьмете поведение отношения к жизни вашего отчима почему вы взяли папу то но это уже все давно прошло на сейчас совсем другая ситуация то вам помогает дочка у вас уже более или менее нормальная жизнь почему пьют это нет вы знаете у меня как-то когда сильно стресс какой-то нервный что-то не получается что-то не клеится что-то хочу сделать да не так и потом срываюсь так вы же начинаете убеждать себя в том вы же нервничать начинаете раскручиваться эмоционировать начинаете что не получается а я вам предлагаю по-другому научиться поступать взрослый человек у вас достаточно уже знаний так или иначе пол жизни если не больше прожито чего вы берете без конца что вы не можете что-то сделать почему и что нужно такое делать ваше положение сверхъестественное с чего не справляетесь с собой так вам что хочется почему я спрашиваю вас вам чего хочется вот для того чтобы перестать вам пить чтобы что то что такое когда женщина пьет это она не хочет находиться в той ситуации в которой находится все не устраивает все не такие все не так правильно так вот я вас еще раз спрашиваю что вас не устраивает в той жизни в которой которую вы сейчас проживаете что не устраивает так почему пьете что должно произойти чтобы перестали пить на ваш взгляд а как же может быть частью у ребенка если она очень за вас переживает она делает все чтобы хоть как-то улучшить вашу жизнь а нужно да наоборот вот все таки в вашем возрасте сейчас что вы можете сделать для своего ребенка чтобы она вас каждый день улыбалась чтобы она знала что мама и очень любит на что вы готовы скажите мне пожалуйста то там нет вот на все это ни о чем разговор хорошо вы можете мне пообещать что ближайшие три месяца вы в рот ничего не возьмете спиртного и за это время научитесь играть на пианино нет было я дочке покупала когда она пошла в школу она говорит мама я хочу пианино и купила и что ни у кого поблизости где вы живете нет пианино нет я живу в деревне там никого нету а покупать его нигде не даст нам никто не продает даже в николаеве здесь может и есть но отсюда же я не повезу в пианино а если маленькая типа юники не всегда денежки съесть это другой вопрос я вас к чему призывают а то не потому чтобы вы чуть-чуть позволили себе стать в конце концов настоящий вы же пьете и выпиваете от того что слишком много наверное хотите успеть все таки да и не так просто в деревне жить нет в деревне хорошо жить почему просто я все время одна там одна одна ну соседи пойдешь поговорить да и все на это а как бы вам хотелось жить это как ну рассказывайте да я сама не знаю как так пока не узнаете как не не нарисуйте себе не расскажете так одна тогда задачка да держусь держусь потом падаю держусь держусь потом падаю давайте честно поговорим для того чтобы ваша жизнь немножечко стала меняться вы же одна не потому что этого хотите а потому что очень чего-то боитесь потому что сколько они пытались наверное с мужчинами жить а все получалось одно и то же правильно и выбирали мы не воспринимают никак я их просто-напросто они у меня как отрочки извините за что я так говорю я даже если кто-то прикоснется ко мне я начинаю этот закон трясти я готов убить его что мне никто не прикасался я до того их ненавижу а почему вы их ненавидите потому что я от них столько уже ности получила постоянное оскорбление притом ни за что но вот это ваше желание обрести счастье с мужчиной не перестает быть? нет я даже не задумываюсь об этом честно я просто заведу как будто дедушку чтоб не одно их коротать время ну как подумаешь он будет что-то в свои условия какие-то ставить или еще что-то а я не люблю когда мной командуют и я не люблю кем-то командовать я не люблю я думал вот а вообще пауэри давайте сделаем давай сделаем так или так вот они говорят просто отмечали тебе надо ты и делай все вот весь раз и все всю жизнь она у нас все сама что-то строить сама что-то отбилить отбилить прибить сама вы кому что доказываете, Тонь? услышите меня, пожалуйста вы в своего отца превратились что-ли? как мужчина? я его вообще не воспринимала никогда как отца его даже никогда папой не называла а какой-нибудь светлый человек у вас в жизни был? да был расскажите было два человека даже три человека вот но их уже нет это был очень мой это первый человек которого я очень любила вот потом был у меня друг мы вместе работали с ним на заводе в Суперополе вот очень хороший друг так это потому что я уехала в другой район жить он это самое взял повесился получил квартиру за то что я ему не могла не писала не общалась с ним хотя это кто вам сказал? а? это кто вам сказал? что он из-за этого повесился? он сам мне написал написал что написал? что ты не хочешь чтоб меня забыла ты не хочешь со мной общаться вот я говорю Виталик мне просто некогда я постоянно на работе я на двух работах работал я не успевал это самое крутица верняла столько мне просто некогда он приезжает приезжает он приезжал с хорошим потором был вот я вот взял повесился ну и не за того что вам некогда было вы зачем на себя эту вину берете то? ну что придумываем то? еще кто? потому что когда я уехала из Зимферополя в Ленинский район жила у Алика вот он хороший мужчина ну тоже если не дай бог пять капель выпить он и вот все что горит как я с этим не боролась сколько этой водки сколько вина я выбросила в море выбросил а он больной был у него давление сумасшедшее полеатрит весь больной был вот и сколько его от смерти спасало постоянно у меня наукул отлечило его спасало все и все равно это пьянка 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 я просто устал уже потом бороться все потому что не надо было бороться вы как то все время рассказываете о чужой жизни а о своей совсем не жили все как то о прошлом ну вы же еще сколько простите вам лет пятьдесят шесть пятьдесят шесть я живу живу так как востоков прошу и все день до вечера да а как хотелось бы не знаю ну просто у нас в деревне нечем заняться но хотя я люблю что-то мастерить вяжу например сама вяжу все все что можно связать вот но у меня зрение плохое иногда устаешь глаза и начинаешь любить люблю какие-то подделки делать сама иконы делаю значит Богу веруете да хожу в церковь да иконы дарю а почему так поступаете вам жизнь дана для чего Тонь но она ж не просто так дано чтобы ее вот так проживать но надо же что-то еще и создать надо же как-то себя уважать надо же как-то достойно относиться к самой себе из достоинства уважать других людей почему злости столько Тонь да вот где она у вас в теле где я сама с собой сразу говорю и так и это тоже все нет не буду не буду пить даже на самом даже если кто-то подружки-то приходят давай посидим выйдем я говорю нет забирайте уходите и все равно вот как будто мысленно бывает перенапряжение от чего какие мысли вызывают у вас перенапряжение какой-то да нету прошлого его нету я просто хочу вам показать немножко чтобы вы посмотрели в будущее и на сейчас а вы все в прошлом живете на сейчас что вас не устраивает дом есть пища есть дочь есть красавица умница здоровье слава богу еще есть церковь тоже есть в вашей деревне нету даже в районе только есть а в районе далеко двадцать пять двадцать пять делаю ну и то дело да иконы сама делаете да так почему так плохо то не знаю может я не так понимаю жизнь как то а как вы ее понимаете я до самого даже не знаю потому что меня никогда никто не учил жить правильно ну вы же сама живя учились чему-то ну так работала дитя воспитывала тут школа тут как то вот некогда было с собой заниматься наставлять и никому было так сказать долго но сейчас то уже время есть вы же давно сама живете да что мешает собой заняться давай я не хочу и не мешает почему не хотите я не знаю даже сама не знаю вот давайте представим на минутку если вы сейчас просто возьмете всю свою жизнь перешерстить все начнете делать по-другому то это бы выглядело бы как вот что вы можете себе сейчас позволить сделать то что в ваших силах нет это пустые слова конкретно чтобы вы увидели чтобы вы увидели саму себя что вы все можете чтобы вам было себя за что уважать не не так трудиться ради денег да вы отдавали усилий много я никогда не трудилась я трудилась ради денег тогда когда я упораживала дочь вот тогда вот тогда ну так это основная жизнь прошла на минутку да а потом что делать а потом что делать вот тут сижу в той деревне и все и больше ничего там работы нет там каждый тоже держит свои хозяйства поля там и все а работ нету там люди в городах не могут работать знаете а что в деревне там да есть люди и в деревнях живут и в городах работают почему смотрите на плохое почему не хотите видеть хорошего да нет почему я хочу видеть хорошее так что вы для себя в своей деревне сделать можете а что я там могу сделать вот давайте на эту тему и поговорим что вы для себя можете сделать а что вы там делаете все жуты это самое то рожу то еще что-то делать так по домашнему Тоня хочешь там и заняться ну вот я не поверю в том что вам не хочется изменить свою жизнь потому что вы еще живая только вы все надеетесь что кто-то придет и это сделает ну некому ну некому ну правда некому я никогда уже давно на кого не надеюсь так если бы вы приняли бы да как там в церкви говорят смирились приняли изменились тогда б не пили а вы же смириться то с этим не можете никак у вас же обида то изнутри идет почему вы ее иногда и заливаете а я и хочу понять что что за обида то то что вас не любили а как тогда вы хотите видеть что любовь как это как это в вашем понимании как это ваше счастье это что такое что бы вы хотели увидеть ну вот в отношениях я не знаю там с дочерью с соседями в деревне там еще с кем то в вашем понимании счастье это что такое когда вы улыбаетесь у вас на душе хорошо вот что должно произойти что они не знают мое счастье только один да дочка моя хочу чтобы она замуж вышла внука у меня дорожила а я ей буду яичить а вы знаете какое счастье дочка ваша хочет испытать да соответствует вашим ожиданиям то 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 если представить ситуацию что не так много осталось ну рано или поздно да да что бы хотелось изменить я не знаю изменить себя изменить на какую или стать быть какой ну это прежде всего бросить пить что вам мешает да ничего не мешает я сама начинаю на себя злиться за что ну что с утра встала и начала злиться что ли нет а как накапливается 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 Тонь еще раз что накапливается да да какой-то все герлаш все догучи как-то как колобок закапливается в душу и все на кого злитесь чаще всего да на себя на себя за что еще раз чем вы себе не нравитесь может быть я в жизни что-то неправильное дело вы сделали то ровно что смогли правильно неправильно не нам с вами оценивать почему я спрашиваю еще раз да чего не достает ну вот что должно случиться чтобы вам стало хорошо не знаю не знаю что ты замуж не уходишь я говорю за что что я должен замуж пойти чего вы мне все замуж толкаете не хочу я замуж ну тебе же будет веселее я говорю веселее что вдвоем пить потом почему замужем только пьют что да нет конечно а может и правда какой-нибудь там мужичка найти хорошего так где шоу даешь как это что на украине все вымерли что ли одни женщины остались ну я как-то общаться не умею как-то так может научимся где их искать на улице что ли на объявление в газету дать да по-разному можно я же просто хочу попытаться чтобы вы сама себе нашли занятие какое-то чтобы вам интересно пианино вы не хотите мужчину вы не хотите я бы с удовольствием хотела я даже до подписки в книжном клубе вот я выписываю все время книги и там были буклеты тоже есть эти ну уникити как-то ну ну опять таки я не работаю пенсии еще не получаю не могу же я сказать это дитя это я хочу не могу я этого сказать почему не могу потому что она и так тянет меня в принципе сейчас перед дитем меня тянет тянет этот дом который ремонт делается постоянно вот а вы ей видимо в благодарность так лучше на юнике научиться играть да если выбор делать между глазки заливать а то лучше на юнике играть так что будет дешевле в итоге и что продуктивнее будет да естественно если собрать все так учить то можно уже ракету купить представляете а мы все сидим и страдаем ну так что будем с дочкой договариваться она вам юнику а вы обещание что пить не будете огурчики с помидорчиками выращивать будете к внукам готовиться будете да это я все умею делать и огурчики и помидорчики и поваром работала это не я здесь я здесь много работаю сначала юнику купим потом на машине научитесь ездить а зачем я купил я провалит я была в машине на юнике поиграете вечером с утра огурчики и помидорчики соберете в николаев свозите вот дело будет громадье а потом опять приедете поиграете покушаете и это я умею и тут у меня получается а сейчас осень начнется заказы начнется носочки варежки купточки шапочки да это же вы все для людей а я все же хочу чтобы вы для себя что-то сделали вот я для себя и делаю чтобы отвлекаться от всего этого особенно я люблю кроссворки это мое удовольствие это мое удовольствие одни и те же слова как шарики в голове крутить да? не уходим от ответа Тонь, так все-таки если с дочкой договоримся решим пить бросить она вам юнику а вы ей приятное такое обещание да я брошу я сильно не могу это сделать да, дело не в том что вы можете или не можете дело в том что вы когда пьете пытаетесь получить удовольствие что такое в вашем случае удовольствие это когда вы больше ну послушайте меня пожалуйста да? вы когда начинаете пить вы просто не можете находиться в той ситуации в которой вы находитесь ну условно алкоголь это антидепрессант он расслабляет психику нервы вам становится легче у вас начинаются всякие разные приятные мысли вам хочется поговорить там пошалить там что-то такое ну вот снимается стресс так называемый но с каждым разом алкоголя нужно больше и больше так стресс можно снимать по-разному да, я знаю почему я вам предлагаю давайте вы лучше будете музыку сочинить или учиться играть это тоже снимает и у вас тогда это плавно все пройдет столько лет вы не могли себе позволить такую роскошь поверьте я думаю что доча она с удовольствием вам это сделает потому что она не знает каким образом вам помочь только вы обратитесь с просьбой достойно да, вы ей душевное спокойствие и музыку да, а себе детская реализация детского желания и всем будет хорошо и время будет у вас течь спокойно ровно и светло и чисто да, да и дочка будет спокойно и народ в деревне вас зауважает чего вы собственно говоря я так все уважаю хорошо честное слово у меня вообще бывший председатель живет здесь медработник наш живет вот сможем все люди хорошим вот к новому году разучите, я не знаю, сонату Бетховена и как вы дадите вот представляете, что там в деревне будет Тоня у нас будет первая девушка на деревне мастерица на все руки вы же внимание хотите слышите меня там? комментировать надо там что-то они положить а вот как я это сделаю? они знают, что я их знаю это все я сама все это делаю прихожу, помогаю людям то есть пошли там на огороде помочь иду, беру самку пошла они всегда и с Новым годом поздравляют и с 8 марта меня поздравляют и я их поздравляю хорошо осталось дело за малым дочку давайте позовем да доча доча иди сюда иди, иди, иди иди, иди иди, иди иди, иди иди, иди иди, иди, иди иди, иди, иди имя называть не буду но открою вот нашу с мамой договоренность значит мы договорились вы ее детскую мечту осуществляете ионику покупаете ну маленькая пианино такой а мама начинает музыку сочинять учиться играться играть и пить прекращает если бы я знала что так все просто раньше в жизни все просто все очень просто правда какого размера ионику а это ж вы пойдете в магазин и прям сначала в интернете выберите а потом в магазине и это будет ваш подарок за то что мама вырастила такую красивую замечательную дочку и нот сразу там или каких-нибудь обучающих программ пока до осени носки вязать мы тут уже она захотела пианино да помнишь я купила пианино она там позанималась потом там же надо изучать все свои мечты да мама я хочу на гитаре играть а магазинов у нас нет таких чтобы гитару купить главное что в городе герои я не знаю где это не важно есть юники на играть а кстати в детстве в школьных годах я стихи писала и даже пионерской правде печатали я задание поняла спасибо вы найдете да мама прислаживайтесь спасибо о чем еще поговорим Антоня как это надо отношения с мужчинами например я вот не могу никак представить а вы представьте такую ситуацию на вашем пути да это такие как ваш отчим и вы их уважаете уважаете всех вот так по хорошему по-человечески вот идет мужчина вам на встречу когда в магазин идете да и первое чувство должно быть у вас уважение к нему не ну как я как людей как соседей по деревне не я ж как мужчину говорю подождите подождите как мужчину значит когда женщина мужчину уважает да она перед ним с достоинством голову склоняет потому что мужчины физически сильнее а мы душой сильны и когда я его душой уважаю тогда же его физическая сила будет работать мне во благо а когда я ему не доверяю когда я думаю что он меня такой сикой и такой обязательно обманет и боюсь да то тогда мужчина начинает делать то же самое о чем я думаю это касается не только мужчин вот представляете сколько вашей дочке лет и сколько лет вашему желанию если вы были себя убедили с детства что вы не можете себе позволить что-то делать вы с этим будете жить всю жизнь значит первое чему учимся проговариваем выясняем что беспокоит чего бы хотелось что я могу сделать тогда и вас понимать будут и вы будете понимать а людей нужно уважать не бояться не агрессировать не оценивать не осуждать а уважать то что хотите получить нужно отдать вот это первое с чего нужно начать а потом появится интерес и к мужчине в том числе но сейчас нужно проявить интерес к себе все-таки чуть-чуть позаниматься собой так и сделаю вообще-то я по натории очень упертая если я что-то хочу то я всегда добивалась всегда спортом занималась я в спорте добивалась всегда а вы кто по зодиаку? с первого места я с этого спорта никогда не уйду по зодиаку вы кто? водолей водолей хорошо вы же красивая поэтическая натура музыку любите стихи сочиняете танцевать умеете гармонию в душе чувствуете так что мы с вами первое занятие нашли второе занятие какое будем искать еще что вы до конца года хотите сделать так чтобы увидеть что вы это можете подружка подружка в николаеве есть? в николаеве? ну где нибудь там в райцентре есть подружка? нет нет мало бывает если куда-то ехать там или к сестре в Ялту там или сюда о о давайте в сентябре в Ялту нельзя? нельзя она тоже любительница выйдет хорошо а на какое-нибудь озеро можно там поэтому я туда и туда несколько раз я съездила а может она уже не любительница? может вы ей личным примером покажете как это делается? показывала при ней брала бутылку и выливала в раковину нет это не личный пример это когда вы приедете красивая посвежевшая с улыбкой на лице и расскажете Тоня ну давайте правду когда на душе плохо на лице все отражается ну что обманывать то? а если на душе хорошо и лицо сияет и вот это называется личный пример так вот я же хочу чтобы вы сначала свою душу освободили личный пример на лице прям расцвел и поехала в Ялту почему себя никуда не пускаете? нет почему? я езжу не в Ялту сейчас у нас немножко не вырядится война идет и не пускают в Ялту ну Ялта а это ж Крым да? а там в Одессе никого нету? а в Одессе никого нету? на территории Украины никого там на морях нету? подружки, сеструшки? я уже давно в Одессе не был когда я на судах работал тогда я была везде вот так я все хочу найти чем бы вам бы до момента вязки этих заказов чем бы еще заняться так я и так вот приеду и опять начинаю спицами дорожки это уже привычное занятие а еще что б хотелось бы в смысле для души или нет? конечно только для души все остальное вы уже умеете насиловать себя физически вы умеете без меня да я все продушу душа немножко конечно испачкана а так может тебя испачкала ну так может очистим нет? да если до сентября возьмем и всех мужчин своей жизни простим да да вот так простим чтоб на душе стало светло и чисто и папу скорее всего в первую очередь отпустите ее он не мог по-другому Тонь он не знал как а вы эту обиду через всю жизнь несете давайте сделаем благое дело и маму и всех остальных вот кого вспомните того и простите всех причем вот домой вернетесь часов в пять встанете с утра сейчас лето солнце рано встает да и там четыре-пять часов вот прям к рассвету подошла перед солнышком и простила всех отпустила так чтоб душа потихоньку потихоньку петь начала с обидой жить очень сложно я утром стою выхожу на улицу и начинаю читать молитвы молитву не читать нужно молитвой жить нужно зачем себя и богов обманывать когда прочитала а делаю то же самое так коль прочитала и пообещала нужно и делать то что обещала Тонь почему по чуть-чуть надо по чуть-чуть и себя не забывать и на людей переставать обижаться тогда душа и очистится чем честнее вы будете с собой тем легче жизнь будет у вашей дочери вот мы еще одно с вами занятие нашли ну какие мы молодцы так идем дальше чем бы еще нам хотелось заняться в свободное от вязки время я люблю я люблю опять таки мне нужно будет купить я уже с дочерью говорила на эту тему ну я то и учиться то и некогда я там она здесь купить себе делать разные поделки и спичек знаете такое есть у меня есть книга специальная есть раскладка хорошо делается так что спичек надо купить что нет не спичек инструменты вы знаете где их купить мы их продаем да ну в этот раз я думаю купите и прям с инструментами с юникой домой поедете а какая больше всего вам музыка нравится ух ты а сможете до конца года выучить умеете чем более так еще это вы такая молодец ну до конца года то вспомните и как на новый год по деревне это как полонеза гинского милу по новой ноты вспомнить ну будет чем заняться да гаммы играть так 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 зимаш она длинная повязали гаммы поиграли дочка приехала опять повязали гаммы поиграли весна наступила а там уже сажать а там уже дела еще прибавились так жизнь потихонечку и налаживается а стихи писали же да я все писали а если вот сделать такую историю вы свою жизнь ну не кратко а как получится написать из расчета того что я понимаю зачем мне она вот в нашей жизни ничего просто так не происходит есть две формы ситуации для познания и для обучения вот познать нужно себя а вы учиться ситуациям взаимодействию вот вы в своей жизни что познали то я вот многое познала а себя не познала вот вот и напишите тогда совсем все на наружу выйдет и душа будет чистая чистая только честно можно никому не показывать это как разговор с Богом с самим собой это я вам даю так знаете как направление чтобы точно не было желания больше глазки заливать потому что вы себя очень боялись вас приучили к тому что вы не красивая никчемная ненужная а вы увидите себя другой и красивой и умной и все умеющей и не бойтесь этого проявление внешнее всегда очищает душу но начинаем мы немножко с усилий с прощения и с усилий и тогда поверьте ваша жизнь наладится и все чередом выстроится но начинаете вы не кулаком стучать а с благодарностью принимать время которое вам дано на изменения уже хватит кулаков то Тонь но всю жизнь на кулаках а может душой поживем душа она же светлая но она тихая она же еле еле вам говорит а вы послушайте и тогда ничего преодолевать не нужно нужно будет просто по другому делать а уже кулаками отстучались ну правда уже ж ни к чему не привело так может давайте по другому поступать будем ходить медленней думать верно что я могу сделать да улыбаться чаще и обиду на людей не держать не держать есть люди которые понимают что делают а есть люди которые не понимают что делают но мы все люди мы все равны но поступки у нас разные вот учитесь разделять людей и их поступки если человек не понимает и поступает по прежнему отойдите и не потому что он плохой он по другому не умеет но вы поступаете всегда честно по совести Тогда и рядом с вами будут такие же люди Поступающие по совести Хорошо? Ну тогда к дочке идите Я вам уже все сказала Спасибо большое А ровное спасибо Пожалуйста Главное только слово свое для себя данное держите И все будет так как вы хотите А дочка обязательно поможет Да, она мне улочка С Богом идите, Тонь Дочке расскажите, как вы ее любите Хорошо А к Новому году жду звонка Хорошо Всего доброго